начинаете вязать и у вас вот такая проблема каретка встала пустая машина то есть дело не в пряже и вы не понимаете что делать дальше это прижимная планка и сейчас мы с вами будем менять прижимную планку удобно воспользоваться плоскогубцами кстати такие плоскогубчики вас выручит в разных ситуациях и отправить иглу и заменить планку и достать что-нибудь и вытягиваем прижимную смотрим ну да планка по сравнению с тем какой она была начале сейчас она уже просто никакая ее нужно менять она уже не выполнять свою функцию если дня для однофонтурного вязания она еще сойдет потому что игла как-то она держит то для двухфонтурного видели у меня просто заблокировала каретку надо менять при попытке развальцевать зажим топор был просто сломан поэтому я вам предлагаю самый простой женский вариант сейчас не срочно нужно заменить ленту помочь некому развальцовку сломала все что остается оставляю просто сдираю на старую ленту сдирать можно ножом сдирать можно отверткой приклеена она всю насмерть расходный материал можно сказать разовая вещь но сделано просто на века не прилепили эту ленту но мы ее все равно сдерем беру отвертку и отбираем максимально все что можем содрать и обязательно надо спиртом или каким-то спирто содержащим веществом промыть планку чтобы обезжирить так очистить планку до основания мне не удалось но сейчас и нет такой задачи в общем то сделала как сделала надеюсь что смогу развальцевать немножко попозже края толстая толстая алюминия у меня не получилось скудными средствами и профессиональной планки у меня тоже не оказалось так уж получилось есть кусок поролона когда-то я его уже использовала когда-то он меня уже выручил потому что у меня была планка за ней пришлось съездить но она мне была то есть поролончик послужил свою я его сняла и оставила на такой вот экстренных случаев как сейчас вязать надо вот сию минуту но нечем берем любой поролон оконный утеплитель уплотнитель идеально подойдет берем дублерин плотную какую-то ткань кто-то может использовать ленты атласные у меня есть бумажный скотч на какое-то время вполне сойдет берем бумажный скотч лучше конечно чтобы он был поуже но вот стороной которая уже использовалась ее и наклеиваю наклеиваю на край чтобы меньше было обрезать лента это уплотнитель верхней части держаться будет и теперь нужно отрезать край берем двухсторонний скотч заливать клеем не буду потому что клей может какой-нибудь момент может растворить поролон берите клей который либо не растворяет поролон ну и потом клей нужен такой который легко снимается потому что я эту планку планирую поменять и приклеиваю скотчек скотчек приобретала фикс прайсе второй слой снять и сейчас будем наклеивать ленту померьте длину так чтобы хватило с двух сторон зажим и сниму когда буду менять ставить ленту другую и просто приклеиваю и прижимаю к месту положения скотчем и теперь самое главное поскольку у меня не получилось снять заглушки пластиковые придется приклеивать приклеивать либо завертый либо обычным прозрачным скотчем не сильно немного мотать много не надо будет тяжело потом с этой планкой работы то есть ее не снять не обратно достать прихватываю к пластмассовую часть изоленту и заматываю буквально разику совсем чтобы только держала много не надо с одной стороны с другой заломанной стороны все гораздо хуже но будет возможно постараюсь найти другой зажим главное зажать сильно так чтобы не слетела но не но не толстым держится и теперь предлагаю вам маленькую хитрость от мастера машинное масло наше смазочное чуть-чуть его берем на ватный диск или на что-нибудь немножко совсем совсем чуть-чуть и прохожу по бумаге это нужно для того чтобы облегчить процесс там будем вставлять ленту машину но становится более скользкой и облегчается скольжение все сделали идем вставлять в общем-то готовую прижимную планку в машину чуть-чуть нажимать беру непострадавшую часть теперь аккуратненько будет вставлять игрушки выдвигаем их среднее положение и нажимаем линейкой аккуратно придерживая с краю здесь вот где у меня самое такое критичное место чтобы не проводился поролон пропихиваю линейкой главное держать чтобы поролон не съехал на бок учитывая что он держится никаких проблем идеально работающая машина все мы практически подручными средствами заменили планку все работает но радоваться рано надо срочно идти заказывать настоящую прижимную планку потому что такая проблема может повториться в любой момент поролон оконный неизвестного качества сколько времени он послужит никто не может сказать но к тому времени у меня уже будет настоящая планочка и я ее спокойно заменю